Чёрное зеркало К сожалению, на этой неделе наше название «Чёрное зеркало» как никогда в точку. Но сегодня мы черны от Гарри и Копоти, которую неделю назад, пять дней назад, оставили после себя банда террористов. По-другому я не могу назвать людей, действия которых могли погибнуть и я, и мои коллеги в прошлое воскресенье. Кто это был? Мирные протестующие, как уверяет нас МВД, или новая форма захватчиков, такой себе фронтрейдеров, который теперь работает с помощью поджогов и угрозой физической расправы? Будем разбираться в первом части сегодняшнего выпуска. И сегодня по происшествию всего пяти дней. Новостей было очень много, и я уверен, что и все присутствующие в этой студии, многие из вас были на спецэфире в прошлое воскресенье подробностей недели. Мы всё-таки приняли решение выйти в прямой эфир, делали это с колёс. Многие из вас приехали нас поддержать. Спасибо вам огромное за это, это было очень важно. И нам было важно показать в первую очередь нашим зрителям, что, ну как я сказал в том эфире, нас жгут, а мы крепчаем, и показать тем, я не хочу выражаться и употреблять слова, которые во мне кипят, тем людям, с позволения, если их можно назвать, которые пришли к нам с фаерами и дымовыми шашками, что нас не сломать. Всю эту неделю мы долго думали, гадали, правоохранители нам рассказывали свои версии произошедшего. Мы в некоторых из них сомневались, позже выяснили, вы зрители поймёте почему. Но сегодня, наверное, впервые за эту неделю ясно и чётко прозвучали вероятные имена заказчиков и исполнителей. Кто авторы тех страшных воскресных событий. Прозвучали они сегодня в стенах Верховной Рады Украины, прозвучали из уст депутатов, которые представили результаты собственного расследования. Это был оппозиционный блок, который, как и обещал в самом начале, ещё в прошлое воскресенье, что не оставит это, не спустит это с рук. Сегодня депутаты вышли и назвали имена. Я бы хотел с этого и начать. Николай. Я думаю, можете слушать. Ну, сегодня у нас два представителя оппозиционного блока, вы уж... Три. Скажи, три. Юрий, извините, да. Кто готов повторить? Я начну. Первое. Я хочу сказать, что мы солидарны, наша политическая сила солидарна с журналистами канала, с персоналом. И мы однозначно оценим произошедшее событие как террористический акт. В этом террористическом акте, что самое страшное, задействованы представители власти. Мы действительно провели собственное расследование, потому что не верим, что правоохранительные органы в сегодняшнем состоянии могут провести объективное расследование. Жизнь нашей страны в последнее время показала, что начиная с террористического акта в Одессе 2 мая 2014 года, затем взрыв гранаты в 2015 году возле Верховной Рады, затем убийство журналистов, террористический акт против телеканала Интер. Во всех этих террористических актах принимали участие представители власти, и поэтому они все не расследованы. Кричащий случай, который видел вся страна, весь мир, когда гранату взорвали возле парламента 31 августа 2015 года, потом министр внутренних дел нам в парламенте показывал фильм, как это было, подозреваемых, до сих пор не наказаны виновные, начался суд, пришла какая-то очередная банда террористов, разгромила этот суд при полном попустительстве правоохранительных органов. То есть у нас вывод однозначен. В этом теракте принимали участие представители власти, как и в предыдущих. И именно поэтому мы считаем, что объективное расследование не будет, поэтому мы сами провели параллельное расследование, действительно назвали в эфире сегодня, предполагаю, фамилии. Мы, если увидим, что наши власти не проявляют инициативы, мы инициируем расследование на международном уровне, и мы добьемся, чтобы эти террористы были наказаны и не смогли запугать всю страну. Потому что мы же понимаем, что хотят сделать сегодняшняя политическая сила, которая руководит правоохранительным органом. Они хотят запугать страну, поставить ее на колени, поставить на колени журналистов и диктовать свои условия, которые, по их мнению, являются для них политически важными. Они сами террористы, и мы добьемся того, чтобы они были наказаны. Ну, все-таки давайте... Давайте все-таки назовем результаты, назовем фамилии, которые фигурируют в результатах вашего расследования. Что известно о нападавших? Кто это? Николай, возможно, вы? Это господин Кива, который руководил всем этим процессом. Это два криминальных авторитета, одного из которых там кличка Мизер, кажется, и второго там еще кто-то. Это киевский спортклуб, который в этом деле активно участвовал. Мы провели, вот как лидер нашей фракции сказал Юрий Анатольевич Бойко о том, что мы провели независимое расследование. У нас есть соответствующие подтверждения этим вещам. А стоят за этим, однозначно, мы считаем, что лидеры партии Народный фронт, потому что всему тому, что предшествовало атаки на Интер, были рейдерские попытки поменять лицензию Интера на очень, безусловно, авторитетный канал Малятка ТВ. Были заявления господина Авакова о том, что нужно срочно с Интером разобраться. И все то, что произошло 4 сентября, это, как мне кажется, совершенно такая логичная цепь событий. И, опять же, Юрий Анатольевич совершенно справедливо сказал, по событиям 2 мая в Одессе мы помогли родственникам погибших подать соответствующие документы в Гаагский международный трибунал и в Европейский суд по правам человека. Опять же, соответственно, если власть к нам не прислушается, мы пойдем, опять же, этим путем. Будем апеллировать к международному сообществу, будем апеллировать к международным юридическим авторитетным организациям. И, опять же, наша власть очень любит говорить о мнении Запада. И представители ЕС четко сказали о недопустимости таких вещей. И представители посольства Соединенных Штатов Америки, и непосредственно Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Поэтому мне кажется, что аргументов для того, чтобы провести власти нормальное расследование и вывести на чистую воду тех людей, о которых все знают, это, скажем, такая акция, конспирологии тут никакой нет. Ее можно легко было решить, если хотите. Мы поговорим о том, мы поговорим подробно, если желание, хочет ли этого кто-то или нет. К Александру Пилипцу хочу обратиться. Александр Пилипец, это директор компании НИС, нашей новостейной студии, которая производит все новости, программы подробности, подробности недели и программу «Черное зеркало». Саш, помнишь, как мы обратили сразу после вот этих событий, обратили внимание на хорошую подготовку тех, кто на нас нападал? И вот сегодня выясняется, что люди эти как-то связаны еще со спортивным клубом. Но не об этом сейчас. Расскажи нам, пожалуйста, об ущербе, который был нанесен. Расскажи, пожалуйста, еще о том, как продвигается следствие, с твоей точки зрения. Ведь ты непосредственно можешь следить за ним, потому что являешься... Да, по поводу ущерба я пока ничего сказать не могу, потому как меня передернули некоторые издания, интернет-издания. Я не смотрел коллег, в кавычках, которые тоже любят эту тему смаковать с другой стороны, у которых частенько бывает аваков в эфире. Я на заседании комитета Верховного Совета по свободе слова говорил, там называл определенную цифру и говорил там же, делал ударение на том, что это предварительная сумма ущерба. Некоторые издания, во-первых, доллары поменяли почему-то на гривны, видимо, им это так интереснее. И убрали мою поправку, что это предварительно. На самом деле комиссия, которая подсчитывает ущерб, до сих пор работает, и там сумма внушительная. Речь идет не только о сожженной технике, речь идет и о ремонте, и лечении наших коллег, в том числе Лены Зориной. Привет, Лен, если ты нас видишь сейчас, привет тебе и возвращайся бегом. Бегом, к сожалению, Саш, не получится, мы все это прекрасно знаем, врачи говорят как минимум о двухмесячной реабилитации Лены. Да. Ну, она с нами в любом случае, она с нами, вчера я с ней виделся, допоздна сидели, говорили обо всем. Ну, сейчас не Лене, Лен, выздоравливай. Саша, с ущербом ясно, насколько активно следствие ведется? Следствие, ну, если это можно так сказать, что оно ведется, то какие-то бумаги приезжают, забирают. Какие-то, вот завтра, я так понимаю, начнутся опросы свидетелей. Завтра на комитете по свободе слова представитель Министерства внутренних дел приходит и рассказывает, что мы не передаем сервера. У него спрашивают, а когда передали сервера? Да, в тот же день, в 21.30 передали. Подождите, вы говорите, что мы не передаем вам сервера? И тут же вы говорите, что вам передали. Зачем? Надо терминово, надо бегом, треба по горячих следах дослеживать. Будь ласка. А в яком у стане зарез сервера? Это три дня прошло, да? А эксперты их еще дослеживают, эксперты еще не знают, что там. То есть, я вообще не понимаю, как. То ли это эксперты такие, то ли это указание какое-то. Кирилл, а скажите вы как специалист, сколько, как быстро нужно провести подобного рода расследование, чтобы оно было объективным и честным? Очень сложно назвать цифры, но то, что в первые дни после совершения преступления должно быть проведено... Ну, прежде всего, если вы говорите, что допрос свидетелей начнется только через неделю, то это, конечно, удивляет. А вас не удивляло, что Высшее руководство Министерства внутренних дел уже через час рассказывало в эфирах каналов о том, что это мы сожгли сами свое здание ДОТ? Ну, то есть, они путались в показаниях, Шкиряк, помощник Кавакова, говорил о том, что это мы самоподжог совершили. То, что эти события комментируют Шкиряк, наверное, Елена Зорина, которая получила травму позвоночника, таким образом хотела заслужить премию от руководства, по вашей версии. Сам факт, что комментируют Шкиряк, это удивительно. Глава МВД говорил о том, что это была мирная акция. Тут какой-то кива появляется, но тут господин Бойко сказал, что это все там с Одессы началось. Это все началось с Майдана. Майдан, преступления, которые произошли на Майдане, до сих пор не расследованы. И мы до сих пор не получили ответ. Понятно, стрелял Беркут, понятно, нашли сержантов виновных. Кто стрелял с этой стороны? И на сегодняшний день то, что... И снова ставлю в ремарку. Возможно, эти расследования никогда не будут доведены до конца, пока исполнители, которые сегодня фигурировали, в том числе обвиняются и в том, что они организовали подвозки тушек на Майдан. Сержанность обязательно наступит. Хотят они этого или не хотят? Любое будет доведено до конца, я в этом уверен. Хороший вопрос, будет ли доведено до конца это расследование? Юрий, если у вас есть ответы или предположения, начните с этого. Ну, я хочу начать, власне, с парламенту, с Верховной Ради Украины. От, Олександр згадывал, зокрема, и заседание комитету профильного. От, дивіться, засудив весь світ, засудили ключевые страны, засудили все международные организации, цей террористический акт проти Интера. Засудив президент и дав відповідные доручения. Премьер-міністр. Единый, кто не отреагировал. Это не отреагировало керевництву Верховной Ради Украины. Больше того, комитет, с питания свободы слова информационной политики, спромегся зібратися лише на четвертий день після цього акту нападу и подпалу ключевого каналу. А это первый раз в истории не только Украины, а, здаясь, и Европы, когда палицент центральный канал страны, и будь-який телевизионный канал. Заседание комитету чётко показало, что это была спланована акция, которая тривала, скажем так, чётко с середины серпня. Те люди, больше того, питание на заседание комитету было внесено про использование агрессором украинских засобов массовой информации одночасно в тот же день, 31 серпня, с заявкой Авакова, что нужно забирать, позбавлять лицензии Интер, и с заявкой Трояна, заступника национальной полиции, что нужно забрать, рейдернуть и позбавить. Юрий, давайте сейчас подождите, давайте сейчас уточним другой момент. Расследование, которое вы сегодня озвучили, оппозиционный блок. Как вы считаете, какими должны быть следующие действия правоохранителей? Меня интересует, например, нужно ли арестовывать хотя бы вот эти низы, которые организовали это всё, по вашей версии? Что до расследования, под впливом громадской, МВД таки порушило криминальное проведение по 171 статье перешкоджения журналистской деятельности. До этого времени, до заседания комитета, они говорили выключено про хулиганство и пошкоджение майна. Поэтому, первое, нужно четко квалифицировать этот злочин. И на комитете мы чётко называли, что, как минимум, есть еще 7 статей криминального кодексу, которые были порушены под час дій. Кроме того, есть все ознаки террористического акта, а это, соответственно, уже подследность не МВС, а СБУ. Кроме того, необходимо перевести от Министерства внутренних справ под контроль Генеральной прокуратуры, потому что доверия к правоохоронцам, к МВД сегодня нет. Вы, кстати, обратили внимание, что президент Украины поручил расследование именно Генеральной прокуратуре, а не МВД этого дела? Это говорит про недоверие. И еще один момент. Знаете, было постоянное перекручивание. Почему еще недоверие к МВД? Потому что постоянное перекручивание. Вот они там сразу заявили, что это, возможно, самоподпал. Потом заявили, что идет перешкоджение. Не сразу менее, чем за час. 18.00. Мы еще не поняли, вот с Александром и коллегами, что это было, что мы пережили. Там уже знали. Враньце Деканаидзе заявляет, что телеканал Интери и співробитники перешкоджают вилучать доказы. Я на заседании комитета 15 раз запитал начальника слідчого управления Киевского главка, как співробитники перешкоджали. Он каждый раз ответил, что в 21.35 все сервери были переданы. Но враньце начальник нацполиции заявляла противоположное. Наступная. Заява была про то, что сервери, которые вилучены, были повреденными. Но 15 раз я его запитал, как повреденными. Он 15 раз подтвердил и ответил, что экспертизы по серверам еще не проводились, поэтому висновки немало. Поэтому, понимаете, идет обман суспильства, идет перекручивание фактов. Уже на первых стадиях. При цьому в понеделок мы выявили, что ни один из следователей не приехал вилучать доказы. Они появились только тогда, когда, я так понимаю, вы в прямом эфире, уже их запросили и показали. Да, вот доказы, приезжайте. Поэтому, честно говоря, доверие до тех пір, пока министерство очолюет Арсен Борисович Авакев, что будет расследовано, нет. Понятно, спасибо. Сергей Мищенко, вы у нас из Комитета по правовой политике и правосудию. Как вы считаете, что нужно делать с результатами расследования, которые сегодня озвучили в оппозиционном блоке? Вот эти фамилии, эти люди должны быть арестованы на сегодняшний день или нет? Я не говорю о верхушке, но там есть низы, с которых можно раскрутить всю эту историю. В принципе, здесь все становится логично. Люди не виноваты, их отпускают. Но если люди виноваты, то навряд ли они будут кого-то покрывать. Ну, по-перше, я хочу всех приветствовать, что мы собрались тут, что сюда они не добегли. Это первое... Потому что эта студия тоже пострадала, мы ее восстановили. Да, пострадала, да, но мы можем проводить эту передачу. По-друге, Алексей, если вы помните, я один из первых выступал тогда в вечере и сказал, и закликал, чтобы президент доручил генеральному прокурору расследовать справу. Я акцентовал, что расследовать не взять под контроль, а расследовать. Это разные вещи. Потому что расследование – это когда следственные прокуратуры сами расследуют. И, во, згідно Криминального процессуального кодекса, генеральна прокуратура может забрати любую справу и расследовать любую справу. Тем более, такую, которая скликнула всю страну. Все судьбу, все свят. Потому что, действительно, праведные страны света засудили этот террористический акт. Но я сегодня бачу, что проводится следствие тем органам, то есть полиции, которые и виноватуются в организации, то есть керевнице этого органа, в организации, что они расследуют. Мы не говорим, что они винны. Это предпущение. Но то, что они, уже доверия до них, до следствия нет. И каждый день, те, кто скажет, что да, злочин расследуется на протяжении трех дней. Максимум десять. После месяца следственная группа остается 3-4 оперативника. Потому что, если оно впервые по горячим следам не расследуется, то эта справа, я правильно понимаю, что сейчас вы видите попытку спустить все на тормозах. Я думаю, что, вы знаете, когда такие речи плануются, то они плануются с первого распространения роли, кто будет забегать, кто будет вогнегасник, кто будет подпаливать, кто будет делать какие-то незаконные речи. А потом же же вопрос, а подследовательность этих всех злочин, куди оно попадает? Воно попадает туда, где потом оно хоронится. Поэтому я говорю, это предпущение. Но на сегодняшний день я все-таки, то, что доручал президент Генеральной прокуратуры, не взять на контроль, потому что на сегодняшний день... Нет, взять подличный контроль все-таки, да. На контроль, правильно. Немае... Вот в этом и вопрос. Взяти и расследование на контроль. На контроль это процессуальное керевничество этого криминального дела. Что такое специальное керевничество? На жаль, сейчас Криминальный процессуальный кодекс и закон про прокуратуру говорят про то, что прокурор не имеет права давать документы прокурорского реагования на притягнення слідчих до ответственности. То есть, если слідчий только через тиждень допитывает слідков, если он речевые доказы только через какой-то час долучает, если экспертиза только сейчас призначается, то, понятно, что оно где-то на каком-то уровне хоронится. И у меня великый, величезный сумнів, потому что я не одну криминальную справу сам расследовал, и я в этом понимался, как и процессуальное керевничество проводил, что так оно было, знаете, заплановано, чтобы оно таким чином и завершилось. И тут главный момент в чём? В том, что, вы помните, ранее, когда, не дай бог, журналіста побили, или один из персонажей как-то обеззвал журналіста, то вся журналістка и депутатская братия объединялась біля цього. И вимагала відповідных действий, чтобы это было объективно расследовано. Что я пропоную на сегодня? Вот у нас зібрались те люди, я думаю, в парламенте их больше, которые хотят, чтобы объективно расследовались с правой. И для этого я впевнен, что нужно зареєструвать тимчасовую следственную комиссию. Вот мы тут есть, вот мы, кто захочет, то и подпишет. О временной следственной комиссии ее создание я говорил с кем-то из народных депутатов еще во время того эфира до воскресенья подробностей недели. Пока ее нет. Пока ее нет. Питание зареєструвати. Ее треба зареєструвати. И чтобы проголосувати, не треба 226 голосів. Треба всего 150 голосів. Понятно. Утримати ее на контролю. Спасибо. Ну идея очень хорошая. Регистрируйте. Друзья, я начал слышать... Секундочку, Иван. Я начал слышать в этой студии кашель. Это неудивительно. У нас все-таки все еще здесь пахнет гарью. Администраторы предупреждены. Вы вольны обращаться к ним с просьбой подать вам воду. Это касается не только гостей, но и наших зрителей. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы понимаем, вы нам помогаете, но условия, конечно, пока жутковатые. Спасибо, что пришли. Сергей. Если вы позволите, я хотел буквально одну речь. С приводу темчасовых следчих комиссий. Это очень важная тема, которую вы порушили. Потому что, на самом деле, в парламенте упоследжено право меньшинства на создание темчасовой следчей комиссии. Я вам приведу пример. Уже год. Батьковщина вымогает ТСК по тарифам. Ей просто не ставят порядок денег. Спасибо, вы закончили. О тарифах мы сейчас говорить не будем. Сергей Каплин, что нужно сделать, чтобы расследование стало объективным? По злочинах. ТСК по злочинах. Да. Мы подали, чтобы зареєстрували в парламенте темчасовую следчу комиссию стосовно злочинах. Иван, сколько минут мне сейчас вам дать, чтобы вы рассказали о всех заслугах Батьковщины? Это очень важно, чтобы мы понимали, что будет с темчасовой следчей комиссией, про которую вы сейчас говорите. Вы проголосуйте за создание этой временной комиссии. чтобы фракции нам дали ответы, которую они подают в комиссию. Никакая фракция, кроме одной, не дала ответы на то, чтобы подать свою кандидатуру в комиссию. И это блокирует создание ТСК. Поэтому я прогнозую, что и по этой ТСК будет та самая ситуация, когда листи разошли, а большие фракции просто не дадут своих представителей эту ТСК, и она будет в таком способе заблокована. И все-таки, может ли полиция самостоятельно провести качественное расследование этого преступления? Или все-таки дело должно быть передано в СБУ и Генпрокуратуру? Вот на этот вопрос я хочу ответить, кто желает. Сергей, Ольга, по очереди. Оля, давайте с вами. Ну, по-перше, мне очень гирко, что первые результаты расследования того, что случилось, оприлюднивает опозиционный блок, а не правоохранные органы. Самый опозиционный блок, один из инвесторов телеканалу Интер, находится в этом опозиционном блоке. И тем самым мы понимаем, что это в этом уже... Это дает повод зубоскалить недоброжелательным. Будем откровенны. Конечно, это дает привид сомневаться в объективности этого расследования. С одного боку. А с другого боку, это говорит про неспроможность правоохранных органов реагировать первыми на такие выплаты. Я не хочу подписываться ни за оппозиционный блок, ни за любой другой блок. Но мы прекрасно понимаем, откуда данные у этого расследования. Я, наверное, не ошибусь, Юрий Анатольевич или Николай, но не ошибусь. Я, наверное, если это данные получены из своих источников от компетентных органов, скажем так. Ну, в чем-то, Ольга, права, потому что, единственное, мы не хотели делать так, чтобы кто-то пострадал из наших коллег, потому что мы прекрасно понимаем, что эти бандиты и террористы, они способны на все. Поэтому, ну, я хочу обратить внимание на один момент. Вот я, когда только получили мы эту информацию, слава Богу вообще, что профессионально сработали пожарные, что не произошла трагедия, аналогично Одесской, когда люди сгорели в здании. Слава Богу, что вывели людей. И, конечно, мы не верим в то, что будет объективное расследование. Я поддерживаю Сергея. Мы не верим, что будет объективное расследование со стороны национальной полиции. Мы будем настаивать и требовать, чтобы дело вела Генеральная прокуратура и служба безорога. Оля. Я продолжу, если позволите. Питание в том, что, действительно, у Арсена Авакова есть очень большой конфликт интересов расследовать эту справу. Адже, именно этот политик протягом несколько месяцев, а может, даже и лет, нациковал в громадыске на телеканал Интер. И какие бы не были претензии национальной полиции, аминозировали эту тему украинское суспільство про то, что произошло на заседании комитета всю середу. Комитет с вопросом свободы слова и информационной политики решительно засудил напад на телеканал Интер. Действительно, мы вважаем, и у нас не было альтернативной думки, мы вважаем, что это дикунство, это средневекище, это средневекище, а лише средневекище спалювали тих, чья точка зору им не подобается. Но, однозначно, мы также закликали засоби массовой информации до максимальной саморегуляции и до максимальной ответственности за каждое слово, которое говорят засоби массовой информации подчас войны. И мне бы очень особисто не хотелось, чтобы эта ситуация стала и надалі приводом для спекуляций. И даруйте, Юрий Анатольевич, для таких вот висновок про то, что это террористичный акт. Террористичный акт это совсем другий склад злочину. У вас может быть своя точка зору, у меня особисто другая точка зору. Я бы не хотела, чтобы таке слово, как терроризм, которое сейчас используется на Сходе очень активно использовалось и тут. Потому что это, что случилось на телеканале Интервью минулую неделю, это обычный бандитизм в центре Киева, разгул тех людей, которые чувствуют власную безкарность и которые чувствуют кришевание с боку великих посадовых осіб. Если бы они не чувствовали такую безкарность, они бы этого не сделали. Останее буквально 30 секунд. Я хочу еще сказать, что действительно очень хорошо, что по 171 статті порушили криминальную справу. Я про это говорила также неделю. Но мне особисто задела на комитете одна история. Я задавала декілька разів питання представнику Министерства внутрішніх справ з приводу того, наскільки правомирным він вважає заяву радника Министра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка про те, что это самопедпал. Я его питала, чи это действительно обрунтована заява чимось, чи вона грунтуется на результатах расследования чи висновки оперативної слідчої группы, чи вона грунтуется на его особистых каких-то предпущениях. И таких ніяких ответов я не получила. Він мне порадил еще раз вернуться до Зоряна Шкіряка, чтобы он дав общество подобные пояснения. То есть отвечать за свои слова никто пока не собирается. Поэтому я хочу сказать, что такие речи, такие заявы, они провокуют еще подальше и подальше спекуляции. И соответствующим чином тут мы стоим перед очень большим вызовом и взаимной ответственностью абсолютно всех средств массовой информации, общества и полиции, которые на этих общественных настроях маніпулируют и спекулюют. И это, конечно, абсолютно не пропустимо. Саша, у тебя есть уточнение. Маленькая ремарка сейчас по поводу вещественных доказательств работы милиции. Когда произошел вот этот теракт, извините, я буду считать это терактом, потому что у меня были заложники, были политические требования. Спасибо. Мы обратились к милиции у Вадика Ревуна, у нашего боевого оператора. Вадик, привет, спасибо тебе большое. Единственный, кто сориентировался, он в боях бывал, он знает, что это такое. Он снимал все происходящее изнутри, когда он выбегал, у него просто сначала его выталкивали, делали вид, что это эвакуация, а потом забрали эту камеру. Мы обращались в милицию, заберите, найдите эту камеру, если вам нужны доказательства, по свежим следам заберите. Никто никому ничего не надо. Вообще. Еще один политик у нас не говорил, это Сергей Каплин, а затем слово экспертам, обещаю, и коллегам журналистам. Сергей, то, что сказала Ольга, были политики, которые надсковывали и общество, и каких-то гражданских активистов на эти действия. А понесут ли эти политики наказание? Кто-то верит? Ну, первое, когда началась эта трагедия, и появилась информация про подпал, первой потворью, которая лайкнула пост про подпал Интера, был министр. внутренних справ Расен Аваков. Первое, уявите собі, я не помню автора, але вы можете переверить, уявите собі Францию, Италію, Великобританію, Штати, будь-яку цивилизовану краюну, де министр внутренних справ, який має оберігати громадян згідно Конституції від подібних речей, схвалює відповідні теракти. Спасибо. Чи можна тепер назвати нашу країну країною, яка стоїть на рейках іде у Європейський Союз, коли ми будемо продовжувати мати такого міністра? Наша політична сила, соціал-демократична партія, звернулася до наших колег у Європі, до наших представників у Європарламенті, щоб вони засудили відповідний акт, щоб вони вимагали від президента, від парламенту прибрати цього міністра. Друге, Оля, з усією повагою до тебе і твоєї позиції, це є терористичним актом. Я зачитаю чітке юридичне визначення, що таке тероризм. До речі, від латині терор-жах. Це, мабуть, те, що ви всі бачили тут, коли підіймалися сходами, картина дуже схожа на картину після підпалу будинку про спілок, де так само було здійсно теракт. У широкому сенсі використання або загроза стосування насильства для досягнення політичної мети полягає у свідомому спрямованому застосуванні терору, тепер, увага, шляхом, захоплення заручників. Тут тривалий час, перебували журналісти і не знали, чи вони виживуть. Тепер, увага, друге, підпалів, тортур, убивств. І я перехожу тепер до продовження вашої історії з Інтером. Ви знаєте, що я за кілька днів до підпалу був на вашому телеканалі і оприлюднив інформацію про наявну підозру у вчиненні злочину, яка лежить під сукном у генерального прокурора Луценка і який не дає, на жаль, сьогодні їй хід на пана Чеботаря, а потім пана Авакова в розкраданні і Арсенія Яценюка в розкраданні піску на майже 20 мільйонів гривень. Я почав? Так, я почав велику антикорупційну війну проти цих навеличів. До речі, там замішаний і син Авакова. Кажуть, Чеботар втік, але ж син не втік, нехай відповідає за дії батька, за те, що батько втягнув, не відправив його вчитись за кордон, він є заможньою людиною, а втягнув практично у бандитську корупційну оборудку. Сьогодні вранці я знайшов ось це у себе під двірником автомобіля. Фотографія, де зліва мій виступ на трибуні Верховної Ради України, а справа дві фотографії Кернеса. На одній він прикутий до лікарняного ліжка після відомого пострілу, на іншій його на інвалідній колясці несуть, я так розумію, і на роботу. І слова. Я так розумію, бо ці угрози зв'язуюся іменно з цими заявленнями. Я зв'язую ці погрози з нашою боротьбою проти режиму Авакова-Яценюка. Хорошо. Сергій заговорив... Друге, я хочу, щоб ми зрозуміли, чи буде ця справа розслідувана. Вона не буде розслідувана, доки ми не переоберем цю Верховну Раду і не оберем нового генпрокурора і міністра внутрішніх справ. Є у них. Тепер останнє, прямий доказ. Я більше не буду говорити, просто скажу конкретні речі. Вам прийдось, а ну чуть позже. Прямий доказ. Генеральна прокуратура заявляє, що тих матеріалів, які я передав на Арсенія Яценюка, проваджень по них немає, немає жодної кримінальної справи. А чому ж тоді вони мене по справі в корупції Яценюка викликають у вівторок на допит? Отже, справа є. І таких справ мінімум чотири. І сьогодні їм не дають хід тільки тому, що зберегти коаліцію. І доки ця коаліція буде продовжувати існувати, доки цей парламент буде гнобитися над простими українцями, закривати рот Інтеру, 112-му, Ньюсвану, іншим телеканалам. Наступати на горло в свободі слова ми не матимемо жодного розслідування. Ні вбивця на Майдані, ні переслідування їздить. Тоби наше завдання сьогодні не створювати ці тимчасові комісії, з яких сміється вже весь український народ. І з нас сміється, бо ми їх ініціюємо, а нас беруть і так, знаєте, закривають на ворота. Сергій, спасибо, мысль понятна. Нам треба вибори в Верховну Раду. І ввести Нові Слі Ради. Я хотіла тільки... Цей виступ є ще одним підтвердженням того, що будь-яка дискусія про свободу слова і напади на журналістів все одно політизується політиками і перетворюється на політичну спекуляцію. Ви ж виході моїх трьох дітей, коли мене вб'ють. І ми тоді подивимося про свободу слова. Політики вже висказались. Хочу обратити увагу, хто не заметив... Здесь немає представників Народного фронту. Хтось захочет нас упрекнути в тому, що ми не соблюдаємо журналістські стандарти. І, в общем-то, не дотримуюся засад журналистських. Але ми приняли таке рішення, що пригласимо мої гості тільки після того, як будуть озвучені результати розслідування. Штишком громкі обвинення сьогодні звучат в їх адресі. Олег Волошин, Сергій Каплин заговорила про международну реакцію, про те, що ви можете по цьому поводу сказати? У українців і України, у українського політику, як правило, коротка пам'ять. Наскільки она коротка буде в даному віде у європейських наших партнерів? Ну, тут дві речі. В-первых, действительно, террор – це достиження політичних целей методами насилия по отношению к оппонентам. Тому і то, що було в Одесі 2 ма – це теракт однозначно. І то, що було з Інтером – це теж теракт. Тому що є люди, які даже открыто кажуть, що нам не подобається політична лінія Інтера. Тому що це ще другое? Це ж не по поводу претензій на бутовій основі комусь із журналистів. Інтера, конечно, політична сила открыто террористическими методами заставляє другу частину обществу, а ведь Інтер представляє не тільки свою точку зрення, а й точку зрення значительной частини обществу, пітається цю точку зрення фактично запретити. А аргументами, ну, це як в Фейсбуці, ти починаєш приводити аргументами в спорі з нашими ура-патриотами, на 3-4 фразі тебе пишуть, який чёрт ты вообще в Фейсбуці, а там не на кладбищі, а там не на кладбищі, а ще где-то там. Т.е. з нашими ура-патриотами нормальному цивилизованому человеку сегодня спорити фактично невозможно. І це сьогодні все більше понимають і в Європі. І все тяжеліе даже президенту Порошенку, який як раз далек от всі ура-патриотичної по-свої природі риторики, объясняють, чому у нас там полкозов – це герої, хоча там є определінні матеріали, які розшлися широко по міровому СМІ, о тому, що ця будня цінка зв'язана з неонацистами. І багато іноді іноді інді 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 інді, тестювати її відмовірі, що таке, гіде закінюється грань дискусії, дістій йому, йому як вона, та йому місцевідь, йому, і далі йде вже починається терроріф. Т.е. терроріф навіть по відношуванню к своїм всіграєн, которые просто, например, считают, что воевать на Донбассе не нужно, или которые считают, что, условно говоря, памятник в честь Бандеры не надо было назвать проспект и так далее. То есть сегодня в адрес этих людей всегда звучат угрозы. Ну хорошо, на сегодняшний день мы слышим много заявлений со стороны наших международных партнеров, правозащитных организаций. Могут ли их о необходимости расследования событий на телеканале Интер в нашей новостейной редакции? Могут ли их проигнорировать на сегодняшний день наши правоохранительные органы? Вот Тарас, например. Ну и Олег, вы и Тарас. Я только коротко добавлю то, что нужно эти инструменты максимально активно использовать, потому что в этом нет ничего, кстати, зазорного. Знаете, как у Ерцина было, где грань патриотизма, почему любовь к родине не должна обязательно связываться с любовью к любому правительству, эту родину представляющую. То есть критиковать правительство не есть зазорно. Все нынешние ура патриоты во власти, когда был в Министерстве иностранных дел, костни ложились, чтобы в Украине не дали подписать соглашение об ассоциации, пока Тимошенко и Луценко в тюрьме. Это была однозначная позиция. Они говорили никакого безвизового режима, никакой евроинтеграции, пока Тимошенко и Луценко в тюрьме. Вот Тарас Загородник. Вот Тарас Загородник. Ну, че буду вимоги західних кризис? Звучай, не буду. Тому що саме відносини між владою та ЗМІ є дуже болючими питаннями, в першу чергу, західних демократій. Тому що вважається, що вільне висловлення точки зору є одним з гарантів демократії в країні. Тому вони завжди будуть педалювати. Добре, що це, розумію, президент, що потрібне прозоре розслідування. Добре, що першу чергу зацікавлена наша влада в цьому, суспільство в цьому зацікавлено. Аваков теж повинен бути зацікавлено. Всі повинні бути в цьому зацікавлені, тому що іншого шляху немає. Країна фактично тримається на ресурсах, які надає нам Західна Європа або Західний світ. Якщо цього не буде, якщо від нас відвернуться такі кадри, ну вони подивлюються, ну Сомалів, от і все, цим це закінчиться. Роздратувань багато, реформи реально не рухаються, падіння економіки продовжується. Інша небезпечна тенденція, яка ми зараз спостерігаємо, це намагання маніпулювати і шукати ворогів, для того, щоб прикрити просто провальну соціальну і економічну політику. Це можна бачити і по тарифах, і так далі. Всі розуміють, що восени щось буде, тому що люди, як тільки отримують платіжки, вже готують для того, щоб переключити просто увагу на інших ворогів. Це дуже небезпечна тенденція. Треба відповідати за власний день і працювати пременні следственні комісії в парламенті. Кирилл, да, извините, нет, 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 у меня к вам адрес, у меня к вам другой вопрос. Ви, як експерт-криміналіст, скажіть нам, пожалуйста, не поспішил ли, ну, експерт, который хорошо розбирається в уголовному праві, не поспішил ли оппозиційний блок с результатами расследования? Вы знаете, это политика, оппозиційний блок імеет право... Нет, смотрите, не пропадуть ли вот эти фигуранты этих дел, вот эти рядовые исполнители, я о них, Юрий Анатольевич, говорив. Никуда они не пропадуть. Они завтра могут оказаться в Крыму, как мы видим из этих документов, у них там налажен бизнес. На востоке Украины отжать машины, продать їх в Крыму, или в Абхазию, люди этим занимаются. Для того, щоб рассматривать такие вопросы, временна следственная комісія посидели, поговорили, полтора года прошло, разошлись, даже не проголосовали. Пусть будет создана Международная комісія, раз есть поддержка Международного общения. Пригласят экспертов, ФБР, пригласят экспертов, Европол, пригласят экспертов, любых полиций, и они проведут это расследование. И в ближайшее время будет результат. Это раз. Этот результат будет легитимизирован, потому что ему будут верить во всем мире. Это два. И третье, что меня удивило. День, когда произошли эти события на Интере, в это время происходит G20. Встречаются лидеры держав, обсуждая судьбу Украины. Сидит Путин, сидит Обама. Они говорят о судьбе Украины, в это время горит. Посмотрите, пожалуйста, что такое Украина. Весь мир. С этой страной нельзя иметь отношение. О чем вы говорите? О какой помощи? О какой демократии? Это была подстава откровенная. На одном из каналов, в это время, когда Интер горел, вместо того, чтобы вот здесь вот стоять и искать своих подчиненных, господин Аваков сидел на одном из каналов и рассказывал, как хорошо он реформирует полицию. Я боюсь на улицу выйти, в селах боятся делать что-либо вечером. Вряд ли они должны были его выгонять в это время из-за нашего пожара. Александра, нет, Юрий, извините, я даю слово экспертам. Александра. Для начала, когда мы говорим о свободе слова, как о священной корове для цивилизованного мира, давайте не забывать о том, что такой же священной коровой является презумпцией невиновности. Когда мы точно так же на телеканале объявляем имена, фамилии без расследований, это не есть правомерно. И это точно так же будет вызывать большое недовольствие в мире, как и угнетение свободы слова. Второй момент. Государство не справляется со своими базовыми обязанностями. Не в отношении правопорядка. То есть правопорядка нет, по большому счету, потому что могут гореть каналы, могут происходить всевозможные самосуды, взрывы, убийства журналистов и многое, многое, то есть неспокойно. Второй момент. У нас не работает судебная система, то есть нельзя доказать свою правоту или вину. Опять-таки, эта базовая функция государства не выполняется. Государство и граждане, они составляют договор о том, что государство должно защищать эти свободы. Государство не справляется. Почему говорит Сергей Каплин о том, что нужны выборы? Потому что нужно доверие к этим органам. Падает доверие. Но с другой стороны, когда вы инициируете параллельные расследования, частные армии, охранные агентства, это порождает право, не верховенство права, а верховенство силы. А иногда и верховенство крика. Потому что все, что есть, это только говорить перед камерой, обвинять друг друга. И это уже не правовое государство. Все это закончится, может, верховенство монархии. Вы сделали только что половину моей работы. Александр, спасибо вам за это огромное. Вы фактически сделали затравку на следующую тему нашего сегодняшнего выпуска. Вот именно о защите, которую мы видим или не видим от нашего государства. Мы хотели поговорить с вами и с нашими зрителями, разобраться. Нацполиция и МВД. В чем мощь или не мощь этих структур? Способны ли они нас защитить? Вадим Карасев, вы единственный эксперт, который еще не говорили. С вами начнем обсуждать и эту тему, и полицию, и то, что случилось с Интером. Верите ли вы в объективное расследование событий воскресных на Интере, нашей новостейной редакции, после того, как мы до сих пор не знаем даже заказчиков и исполнителей убийства Павла Шеремета, мы не знаем убийства более давнего заказчиков и исполнителей Олега Бузины. Таких историй еще громких убийств и громких преступлений за последние два с половиной года очень много. Но ни одно из этих громких резонансных дел не закончилось хотя бы судебным разбирательством, не то чтобы приговором. Я не верующий, так, атеист. И во-вторых, не поп. Верю или не верю. А я знаю или не знаю. Так, прогнозирую или не прогнозирую. Так вот, не будет расследовано. А почему? Ну потому что первое. В стране нет правосудия. Есть политическое правосудие. Это первое. Оно политизированное просто. Во-вторых, у нас нет полиции, у нас есть политика. Есть разница между словами политика и полиция. Полиция это порядок. А политика это дискуссия, обвинения, еще какие-то вещи. То есть это то, что называется парламентской политикой, либо не парламентской политикой. Так вот, когда полиция, в общем, она политизированная, то она будет саботировать расследование. Ведь то, что сегодня говорили, это же саботаж. Это просто люди, итальянская забастовка или какая-нибудь другая забастовка. Не хотят или неохотно занимаются этим расследованием. Понимаете, проблема даже не в этом. В том, что мы пока не контролируем улицу, не контролируем организованное и неорганизованное насилие. Но разве в этом дело? А что, торнадо вот в судах, посмотрите, что делается. А с комбатами, так сказать. Судьи боятся. Плохо, когда на судей давят сверху. Там президенты давили, администрации президента. Но еще хуже, когда улица давит на судей. Они будут когда-нибудь судить объективно или нет? Да нет, меняй, не меняй, иллюстрируй, не иллюстрируй. Они будут бояться всех. И сверху, а раньше их сверху давили, телефонный право. Сейчас они боятся. Их сбоку, снизу, сверху. Это бедные люди, так сказать. Поэтому это же не будет правосудие. Нет закона. Вот в чем дело. Он закон как бы такой размягченный, рассеянный. Но главное, вот я хотел что сказать. Понимаете, в чем дело? Можно спорить. Теракт это, или бандитизм. Но я скажу так, это война в городе. Потому что нельзя жить долго в ситуации ни войны, ни мира. Либо надо война уже, так сказать, решить этот вопрос. Но тогда не надо говорить, что военного решения нет. Либо надо идти к миру как-то. А как иначе? Потому что вот эта ситуация порождает. Войну из внешнего фактора, так сказать, из внешнего периметра, она переносится вовнутрь. Потому что эти же люди, они там были. И они хотят патриотизм, вот это как они его понимают. Сюда внутри. И отсюда что начинается? Начинается то самое плохое, что разрушает государство полностью. Внутренняя война. Или то, что называется гражданской войной. Почему? Проблема не только в Интере. Потому что говорят, этот чистый патриот, а этот не патриот. Это политика медийная, правильно или неправильно. Причем это говорят не политики, не кива. Я проанализировал вообще реакцию журналистов. Никакой журналистской солидарности нет. Некоторые говорят, сами спровоцировали, у них контент не такой. Контент не такой. Это мне тоже не все нравится. Ну а в следующей части «Черного зеркала» мы поговорим, правильно или неправильно развивается реформа национальной полиции МВД. Дождитесь, будет интересный разговор, обещаю. Это «Черное зеркало», мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Как и обещал, в этом часе начинаем разговор с реформой полиции. Что нужно сделать для того, чтобы снизить уровень преступности в стране? Насколько мощная или немощная наша полиция? Давайте разбираться. Хочу начать вопросом, который вытекает из первого часа нашего с вами разговора. Все-таки, как возможно, что по улицам столицы на сегодняшний день свободно передвигаются люди, которые в состоянии поджечь телеканал, убить, не приведи Господи, журналиста, натворить всей той беды, которую мы видели здесь в воскресенье. В каком состоянии находятся те органы, которые должны защищать нас? Кто готов начать? Можно? Да, все могут ответить. Все могут ответить. Иван. Насправді, за останній рік в нас в країні сталася дійсно жахлива ситуация, криміногенна. За офіційными данными тієї ж национальної полиції, за останній рік в місті Києві на 45% взросла злочинність и кількість чинених злочинів. Но найгірше в этой ситуации те, что злочини, которые выполняются, они имеют очень низкую эффективность раскрытия. Через что это произошло? С одного боку, нам показали, и вы это показываете на экранах, что на улицах появилась новая полиция, хорошо одягнута, на новых машинах, правда, половина, кажутся, уже побитые они, но не про это. Это новая полиция, они делают свою функцию профилактическую на улицах, но они не занимаются раскрытием злочинів. Что наиболее, что в правоохоронной системе завдано очень серьезный удар тим спецподразделам, криминальной полиции, криминальной милиции, которые занимаются реальным раскрытием злочинів. Что с этим делать? И каким чином мали бы быть действия, в первую очередь, на что направлены полиции? В первую очередь, мали бы действия направлены на то, чтобы до правоохоронной системы все-таки повернуть профессионалов. Тих людей, которые действительно добрыми следствия, которые способны расследовать на высоком уровне злочин и садить в вязнице тех, кто выполняет эти правопорушения. Если и дальше будет происходить вот такое попустительство, как мы видим, с криминогенной ситуацией, то оно просто полностью выйдет из-под контроля. И, на самом деле, уже сейчас люди боятся выходить на улицу. Ось это, на самом деле, то, что сегодня характеризует реальный состояние в Киеве и в других больших местах Украины. Сергей Лустров. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, два речения относительно того, что будет эффективно расследование следствия по Интеру, и что нужно делать тимчасовую следствию комиссии или иначе. Я следствию криминальную бачил не с боку, не с низу, а сам их расследовал. И знаю, что пока будут достроковые выборы 60 дней, то эти доказы все пойдут в небутя. Пока мы будем международные организации задействовать, они тоже снигнут, эти доказы. Больше того, я впевнен, что если подтвердится эта информация, которую озвучили коллеги-депутаты относительно этих злочинцев, которые организовывали... Сергей, правильно понимаю, извините, я правильно понимаю, что в МВД могут уничтожить эти доказательства, улики? Можут сделать, если в конечном итоге выйдет следствие, все-таки прокуратура выйдет на тех, кто это сделал, и это подтвердит те обвинения, которые тут звучали, то кто будет уничтожить? А вот те, кто сделал, и у них есть криминальное будущее, минулое и будущее, напевно. К сожалению, да, скорее всего, оно у них есть. Я понимаю одно, как специалист, что это агенты, и этих агентов будут ховаться, пока будут выборы и пока будут международные организации. Ховаться, вы имеете в виду, это не в Крыму, например, окажется, или ховаться в смысле хоронить? Розумієте, оперативных квартир стільки, что вы можете себе уявить, что их никто никогда не найдет. Поэтому сейчас, моя порада, сейчас, если не объединяться и всем ладом, и каждый захід сделать для того, чтобы расследование все-таки делала Генеральная прокуратура и довела эту справу до конца, то здесь ничего не будет, потому что кого-то, когда мы ждем, поменяемо владу, сейчас это нужно делать. Что касается... А если это справа по теракту, то тогда Служба безопасности, это их исключительная подсутность. Это уже квалификация, я уже не буду про это говорить. Что касается любой реформы, в том числе правоохоронных органов, в том числе и полиции. Главное, чтобы был результат. Людиня, главное, когда она прийдет в прокуратуру, в милицию, в службу безопасности, в суд, или дадут ей там себя защищать. Или защищать ее. Или будет это, что сейчас стало с Интером, говорить о том, как проводить расследование. Как так сделать, чтобы доказатели не пропали. Как сделать так, чтобы подозрители, обвинуваченные не втекли из этой страны, или не были на хатах. И мы понимаем, что результатов на сегодняшний день нет. И мы видим, что снова просят гроши. 27 миллиардов на наступный бюджет. 29, насколько я говорю. 27 миллиардов. 27 миллиардов просят для того, чтобы сделать. Только на патрульную. Да, знаете, сейчас это не, я бы сказал бы таким модным словом, ребрединг. Милиция в полицию. То есть, да, доверия сейчас до патрульной службы очень большая. Потому что набрали патрульных ребят, они девчат, они проводят, действительно, меньше стало хабарей, меньше других. Но к новой патрульной службе как раз и минимум претензий. Они есть, безусловно. Потому что их меньше, чем к системе МВД в целом. Это правильно. И поэтому я хочу отличить реформу правоохоронной системы с реформи патрульной службы. Потому что социологические исследования говорят, как они относятся к полиции. Сейчас вы видите рейтинг из-за того, что патрульная служба. Но это, это дельничные инспекторы, это следы, это милицейская разведка, это оперативные службы, это технические службы. И что нам говорить? От меня сегодня дали, в связи с тем, что я не один год работал, останние статистические данные за 8 месяцев, сравнение с прошлым годом. Вот я вам могу сказать, на сегодняшний день всего обликовано криминальных правопорушений 478 тысяч. Майже 500 тысяч сегодня обликовано то, что расследуется криминальных справ. Хоча заяв было под 800. А сколько же на сегодняшний день расследовано криминальных справ за эти 8 месяцев? Знаете, сколько? Я сейчас вам скажу, 100 тысяч. 100 тысяч. Около 25 процентов. Да, а 384 тысячи находятся, не расследуются, они просто лежат и валяются. Потому что, если взять Киево-Святошинскую милицию, то там слідчих, на одно слідчих по 100-200 криминальных справ. Давайте я еще добавлю несколько цифр. Убивство, смотрите, вот, дуже важливо. Эти цифры можно приводить долго. Сергей, давайте я тоже подготовил кое-что со своими редакторами. Покажите нам, пожалуйста, как у нас увеличилось количество краш, например, в Киеве. Вот, рост угонов автомобилей. Сравните с 2013 годом. 555 угонов было. Это в Киеве. Ну, по одному городу, а столицу-то охраняют уж получше, наверное, какого-нибудь райцентра, где во многих еще и недоборы сейчас нацполицию. По разным причинам. Или разочарование от новой полиции, или просто уже денег не хватает. Посмотрите на рост угонов автомобилей, количество автомобильных краш. Сергей, мы с вами позже продолжим. Просто убивство гораздо больше, чем в АТО загинуло людей. Вот, Кирилл, проанализировав и сказанное Сергеем, и вот эти все цифры, можем ли мы в таких обстоятельствах говорить, что все-таки удалась реформа МВД? Первая ее часть. Уничтожена милиция. Вторая часть отсутствует. Не создана полиция. Вот, первая часть полностью уничтожена милиция. У меня просто вот самые простые данные. Это за 2015 год. Рост преступности с использованием огнестрельного оружия на 100%. Рост преступности, изнасилований на 63%, умышленных убийств на 62% и преступлений против общественной безопасности на 55%. У нас в стране идет не внешняя война. А цифр по раскрываемости у вас нет? Цифр по раскрываемости у меня, к сожалению, нет. Я думаю, их ни у кого нет, потому что это тайна за семью печати. Но я сегодня приводил пример, например, один пример по раскрываемости в подробностях. Вот сейчас многие сталкиваются с тем, что увеличивается количество украденных, угнанных автомобилей. На сегодняшний день возвращают только каждый пятый в стране. Ну, это все. Позвольте, позвольте закончить. Полиция, позвольте закончить, пожалуйста. Я считаю, что на сегодняшний день у нас в стране идет криминальная война. Война с коррупцией, все очень красивые эти вещи, беловоротничковая преступность никого, простите, не волнует. Она красива на телеэкранах. Волнует этих ребят, что когда они будут возвращаться домой, их ударят по голове, заберут мобильный телефон, ограбят квартиру, угонят машину. Это самое главное. Возникает вопрос после обвинений, озвученных первой частью нашей программы. А на чей стороне МВД в этой войне? А у нас нет МВД на сегодняшний день. У нас есть красивые ребята-полицейские. Красивые. Которые тоже, извините меня, пожалуйста, единственный фактор, которым гордилась структура МВД, это рейтинг доверия. Не может этим измеряться деятельность полиции. Это раз, и рейтинг упал до 17% на сегодняшний день. МВД у нас есть, каким бы оно ни было. Мы ведем речь о эффективной структуре, которая действует в режиме военного времени. Вадим, как вам реформа, и на чьей стороне МВД, если действительно есть у нас криминальные войны? Смотрите, что касается реформы национальной политики. Сначала она очень задалась, но в целом она не удалась. Потому что мы видим уровень криминогенности какой. Доверие тоже падает. Но есть объективные вещи, которые не касаются МВД. Опять-таки, потому что есть война. Что такое война? Война – это легитимное насилие. И она развязывает вот эти страсти все. Она дает возможность решать все проблемы насилия. Рейдерство – это что же? Экономическое насилие. Вот там захватывают какие-то помещения возле Киев-Буду. Всякого рода вот эти уличные акции. Непоминовение, я бы сказал. Нелегитимное непоминовение. Есть гражданское непоминовение, мирные протесты. А есть вот такое непоминовение. Дальше. Что такое война? Экономика падает, социалка падает. Посмотрите бюджет. Куда основные деньги идут? Вадим, я хочу сразу расставить кое-какие точки над «и». Вы просто так говорите, как будто мы должны с этим мириться. Вы к этому ведете? Нет, я мириться – это депутаты должны решать, это политики должны решать. Я просто говорю, посмотрите бюджет. На социалку идет меньше и меньше. Значит, зарплат меньше, услуг меньше. Значит, что получается? Люди будут решать вопросы свои как-то по-другому. Криминальным путем, полулегальным путем. В нелегальность, вот это что? В нелегальность, иллегальность. Нелегальные действия, они порождают вот эту всю криминогенную ситуацию. От большой коррупции до маленького хулиганства. Господа депутаты, трудоустройте, пожалуйста, Илью Киву на хорошую зарплату. Он перестанет выходить на рейдерские атаки. Я, Владимир, надо все-таки решить ключевый вопрос. Тарас Костанчук, скажите вы нам, как глава объединения участников АТО «Справедливость», война и разгул криминалитета – действительно связанные вещи. Как вы прокомментируете еще один момент о прикрытии бойцами АТО акции, которая прошла под стенами Интера, которая закончилась пожаром и чуть не закончилась кровопролитием? Ну, это то, что больше она бесит и лютует, это то, что прикрывается бойцами АТО. Мало того, что используют бойцы АТО. Звичайно, я бы вбивал, морды бил и так далее. Тих, кто пробует использовать эти скалященные души на своих каких-то поганых меркантильных целей. А что тут были поганые меркантильные цели, это же, естественно, и не нужно тут ни с кем сперечаться. Потому что не было тут никакого патриотизма или еще чего-нибудь в том, что решили спалить Интер, а-ля спалить. А на самом деле хотели засветить, хотели под себя подтякнуть радикальных хлопцев. А как вы прокомментируете ситуацию, когда руководство МВД рассказывает о том, что бойцы 30-го бригады участвовали в этих событиях, когда люди через несколько дней это опровергли? Так, а это же информационная война, брехня, оця сволота, которая специально вводит в оману, в первую очередь, людей, для того, чтобы подкреслить, что там были добровольцы, бейцы и так далее. Что это не просто криминалитет, а что это люди, мовляв, которые мали моральное право что-то делать. Это все подмена понять. У меня жоден хлопец, у меня близко тысячи бейцов, с которыми я постоянно маю связок, який зі мною разом. Никому в голову не подзвонили мені і спитали, что это такое. Я говорю, это провокация абсолютно организована, спланована для певных политических целей. Все, крапка, тут немає нічого іншого. Сказали, добре, зрозуміло. Но все ж таки, про хлопців никто не думает. Дайте им зарплату, дайте им возможность, одразу, миттєво, после закінчения их войны, на передовом, на фронте, дайте им возможность годовать себя и семью. И тогда вы очень мало знаете, где ты, желающих среди них, принимать в каких-то идиотских акциях участь. За каких-то 400-500 гривен выйти, даже если он отожник, а ему нет куда деваться. И он шукает хоть какой-то заработок. Вот это 80% тех отожников, которые принимают участь в этих акциях, это просто они заработают деньги без выхода. Понятно. Так все-таки, что нужно сделать, чтобы реформа национальной полиции не закончилась просто вот этим вот запуском новой просто патрульной службы, распиаренным, а была системной и действительно изменила структуру МВД в стране? Александра. Когда мы говорим о реформе, да, это в первую очередь мы говорили об уровне доверия, да, индикатором является спокойствие граждан и доверие, когда они могут и рассчитывают на государство о том, что в случае в экстренной ситуации они будут защищены, правопорядок будет наведен. Вот в этой ситуации есть явная большая проблема в том, что доверие снижается, не говоря уже о росте, да, и все остальные статистики. Следующий момент, к чему мы скатываемся. Мы эксперты всегда называем тенденции, да, нам со стороны должно быть виднее, что происходит. Какие мы видим тенденции? А тенденции очень тревожные. Тенденции к самосуду, тенденция к организации самообороны, а это как раз тенденция Майдана, когда отсутствие доверия к структуре государственной порождает людей, организация, когда ты просишь друга, брата, свата тебя защитить. Когда очень страшно возвращаться вечером, просят, чтобы всегда провожали, потому что криминогенность растет. Я очень согласна с тем, что уровень доходов граждан, когда он снижается, порождает, конечно, уровень преступности, когда отжимают у бабушек пенсии, у женщин снимают серьги и все остальное прочее. Но это говорит еще о другом, какие есть другие тенденции. Мы говорим, как началась осень, а как заканчивалось лето. В ряде южных регионов у нас были очень горячие ситуации, когда люди начинали вершить самосуд, да. У нас есть прецедент коллективной ответственности ромской общины за случившееся с определенным человеком, когда виновные назначаются, а нету расследований. Что мы говорим? Община, любая община, этническая, под любую другую, несет уже ответственность за конкретное, и не потому что есть решение суда или было расследование, а потому что так решили утихомирить вопрос. И мы такие ситуации будем видеть во многих вопросах. Когда у нас будут самозахваты, когда у нас будут протесты, это значит, что у нас нету опять доверия к государству, а у нас есть решение, это выходит на улицы, на решение, это на такие в радиевки повсеместные, которые у нас будут, если не будет опять возвращено доверие к государству. Это ключевой момент. Вы заговорили о доверии, я сейчас бы попросил политиков поделиться, кто знает инсандерской информации, подтвердить мою. Мои источники в Министерстве внутренних дел нашептали, что реформа-то, в общем-то, и буксует между, мягко говоря, противостоянием между Арсеном Аваковым и Хатей Деканаидзе. Что, мягко говоря, они друг друга не жалуют, ну, по крайней мере, Арсен Аваков ее точно и всячески ставит палки в колеса ее работы. Так ли это или нет? Может ли это быть основной причиной того, что в структуре ничего не меняется? Ну, как бы, вот, согласитесь, отвечает Деканаидзе за патрульную полицию и меньше претензий к патрульной полиции. С людьми, которые работают в системе, действительно есть конфликт между министром и главой нацполиции. И мы даже можем исследовать за выступами окременных политических сил. Одни вимагают отставки Авакова, другие вимагают отставки Деканаидзе. Иде манипуляция, иде протистояние. И, очевидно, это блокирует даже те позитивы, которые могли бы быть в этой реформе. Но что нужно делать? Вот на мой взгляд, насамперед, нужно честно признать, что реформа провалилась. Что с самого начала это была не реформа, это была псевдо-реформа. Я, как народный депутат, я не голосовал за эти законы. Не потому, что я против реформованої, эффективной полиции, а потому, что законы, которые ухвалены про полицию, там больше фасаду, а не сутки. Да, там, из чего она началась? Машинки, форма, назва, а по суті работа на результат, тобто безпека громадян, фактично отсутствуют. Тому, действительно, мы развалили все самое лучшее, что было, но нового ничего не створили. Потому что с самого начала реформа шла неправильным шляхом. И знаете, еще одно, на жаль, пішла Оля Червакова, было у меня до нее заперечення, когда намагаются подать тех людей, которые атаковали Интер, что это, как будто, какие-то самоорганизованные гражданские активисты. Та нет, это были нанятые, организованные люди в однаковых касках, с однаковыми респираторами, с щитким планом дий. Больше того, и первые заявы представителей МВД были направлены на то, чтобы звинуватить Интер, что самопідпал, потом на комитете, что намагались маніпулювати? Та намагались сделать так, что Интер своей редакционной, информационной политикой винен в том, что на него потрапили. У всех запитал, у главы насрады, у других посадовых осіб. У всех посадовых осіб запитал, в каком сюжете Интер подъявлял агрессору, в каком, назвать хоть один. Жодного сюжета не назвали, но при этом, оця маніпуляция продолжается. Я в качестве примера могу привислиться. Показалось, что эту справу по Интеру уже можно было бы расследовать. Там все очень просто, все понятно. Больше того, сегодня руководство МВД знает каждого, кто палив, кто бил, кто загрожил в жизни и здоровье журналистов. Они все известны. О заявлениях, которые звучат из уст руководителя МВД, я могу вставить такую короткую ремарку. Больше недели назад Троян, замглавы нацполиции, он, кстати, и занимается расследованием нашего дела, насколько, если, по-моему, я не ошибаюсь, кажется, именно он, сделал заявление о том, что нацполиции удалось победить незаконную добычу янтаря. Во всех трех областях приграничных. Было заявление, Борислав, заявление было. Ровно через три дня свинью подложила Госпогранслужба, показала видео-аэросъемку, где работы не то, что не заканчивались, они еще и больше развернулись. Борислав, нашу съемку мы еще вам покажем. Обязательно в следующем выпуске подробности министров. Борислав Рассетбран, я задам вопрос по поводу конфликта Авакова и Хатии Деканаидзе жестче. Как вы считаете, Хатии Деканаидзе удастся довести до успешного финала реформу нацполиции, пока МВД возглавляет господина Аваков? Я думаю... Как это ей удалось сделать в Грузии? Я думаю, что нет. Она участвовала в этом. Скажу больше. Знаете, мы забыли, как в минулом месяце, мы мали два выпадки, которые сегодня могут характеризовать ту реформу, про которую мы сегодня говорим. Первое, это трагедия в Тернопольской области, где погибли полиціянки, когда они пошли до оружейного человека, которая уже убила свою жену, и пошли домовляться. И он просто их расстрелял. Другой випадок, это Кривое озеро в Миколаевской области, где они убили святка, или подозрюмого, как угодно называете. Что это свидетельствует? Нема, взагалі, практичных занять полиціянки. Тобто, их набрали, провели какую-то там с ними работу и отправили людей, наверное, смерть. Тобто, что про это каже? Я вважаю, что сама реформа, про которую все сказали, мы действительно бачили ее первые кроки, мы бачили рейтинги, что довера у людей появилась. Мы не забывали внимания на такие побитые машины в первые же дни. Там, ну, мы понимали, что там не умеют навчаться, все иначе. Но вопрос у нас таки глубоко, что мы сегодня понимаем, что те, кто занимались крышеванием, повторю, они и намагаются продолжать это вопрос. Мы говорили про атестацию в всех областях, где собрались активисты, пошли до областных рад, сделали какие-то атестические комиссии, в которые пришли те же самые криминальные авторитеты, я скажу по месту Житомира, как оно происходило. И эти люди начали выбирать достойные кадры. Прямо в атестационных комиссиях? Борислав, назовите эти фамилии, кто из криминальных авторитетов сидит в атестационных комиссиях в Житомире? Я вам скажу відверто, что там ніяк не было. У нас есть такой криминальный авторитет из минулого, из 90-х годов, Москва, который входил в этой комиссии. Только после того, как уже не псевдо-активисты, а справжние активисты, начали уже галас на всю страну, вы их извольнили. Но они там были. Но есть еще и другие элементы, так мы их называем. Но я хотел просто закинчить. Когда сегодня в местах працюют подпильное казино, когда в местах працюют сегодня бордели, когда идет незаконная вырубка лисов, и сегодня незаконный вид оборудования бурштинок, это все крещуется органами МВС. И без их участи не все равно не происходит. И самое главное, что мы прогавили, как депутаты, мы тоже будем это вопрос поймать, мы дали зарплату высокую патрульной полиции. А сколько мы оставили слежим, оперативникам, всем тем, мы залишили их на зарплату 4,5 тысяч гривен. Может, вы на сегодня прокормите свои семьи? Да в жодном разе. Что им остается делать? Вони идут шукать свою кращую долю. Борислав, спасибо вам. Все очень хорошо, все очень интересно. Правильная сводка вами подобрана. Правильно вы рассказали ситуацию, которая сложилась. Теперь можете отвечать на мой вопрос. Я вам сказал, что нет. Можно я? Нет. Я вважаю, что на следующий день, даже без той кадры. Ты проголосуешь за отставку Авакова? То есть при министре Авакове, Хатии Деканализа, не удастся довести реформу до финала. Я бачу сегодня конфликтную ситуацию, где подбир кадров, которые ведут сегодня, ну, керевания местными органами влады, проходят по какому-то независимому. Я вам скажу другую ситуацию из министерства, когда зам Хатии Деканаидзе Троян не ходит на ее совещание, игнорирует ее указания, потому что является креатурой Авакова. Сегодня, послушайте, я закиню все. Сегодня в Жотомирской области начальник полиции Днепр-1, на Розвилинском районе Днепр-1, то есть людей подбирают по какому-то принципу. Я просто не понимаю, почему нет профессиональной численности. Да, Андрей, вы следующий, объясните, если можно. Я объясню. Мы смотрим следствие, обсуждаем следствие. На самом деле нужно смотреть, в чем причина. Причина в том, что сначала с середины 2014 года у нас в стране был тренд приглашать на ключевые, подчеркиваю, на ключевые и ответственные должности в нашей стране так называемых засланных казачков. Но кто решил, что эта симпатичная девушка, молодая женщина, является профессионалом в реформировании национальной полиции или милиции? Если элементарно посмотреть на ее историю, это человек, который возглавлял полицейскую академию в течение пяти лет, а потом перешла на работу в Министерство, если не ошибаюсь, науки Грузии. Кто решил, где тот человек, который предъявил такую ответственность? Вы сейчас о Хате говорите? Я сейчас говорю о министре внутренних дел, который на самом деле несет полную персональную ответственность за то, что эта девушка отвечает за реформу полиции в нашей стране. Дальше. Следующий ответ. Мы имеем право судить по реформе, по фактической безопасности, которая касается нас. Я живу за городом, в городке, где 160 домов. Из 160 домов за последние полгода ограблено 12. Из 12 домов 3 ограблено вооруженным ограблением во время того, когда люди были дома и спали. Вот о чем нужно говорить, что такое реформа. А теперь в конце самое главное вывод. Реформу мы почувствуем только... с вами в беседе на кухне на улице милицию, полицию, или как угодно ее назови, будем называть полицией и теми, кто должны обязывать защищать, служить, а не галимыми мусорами. Сергей, затем Николай, что ли, а затем... Сергей, как вы? Ну, по-перше, по-перше, Борислав, ви только что там хвилин 5 говорили про то, что реформа полиции провалена. Все говорят, все эксперты у двори, у Верховной Рады, тут у студии. Вы готовы проголосовать за мою постанову про вставку Авакова? Сергей, не готовы. Почекайте, можете сказать так или нет? Я говорю вам, есть решение фракции. Почекайте, вы же знаете, что сегодня... Повторю, решение фракции будет приниматься. Еще один. Только что рассказывал, что Аваков винен в том, что иноземку назначили керевником полиции. Ваша фракция, ваш лидер, Ляшко и вы все, готовы проголосовать за вставку Авакова? Безусловно, если это не... Готовы. Так вот я хочу вам поведомить, что вас завтра виженуть из фракции, потому что ваш лидер, перейдите до Социал-демократичной партії, ваш лидер заявил позавчора про то, что он категорично против вставки Авакова. Просто вы недостатки проинформировали. Я объясню, почему. Проблема заключается в том, что ця Верховная Рада призвела до квотного принципу навіть у формирования Министерства внутренних справ. Троян, про которого вы говорите, засвеченный у плівках, разом з паном Чеботарем, когда они обговорили коррупционные оборудки. Я такие плівки передав у Генеральную прокуратуру, и справа не расследуется. Я уверен, что наша страна за керування Аваковым Министерством внутренних справ, захопленням фактично цього Министерства після Майдану Аваковым и компанию откатилась в 90-е годы. Вкрали машину. Куди бежать люди? До бандитов. 20% от ката, и все прекрасно знают, что эти бандиты работают под дахом новой полиции. Правильно? Правильно. Рейдинское захопление. Куди бежать? До бандитов. И все прекрасно знают, что ціла линейка бандитских угробований работает под дахом полиции. Тому наше завдание сегодня, останнее, скажу. Пане Розенблак, вы, я, и еще народный депутат, забыть про партийные прапори, забыть про то, что там решает фракция. Краину нужно рятать, потому что они там на горле договорились ее грабить. Нам нужно ее рятать. И когда я скажу, и когда народному депутату Украины за то, что он разом с чесными каналами, которые так же докладают свои усилия в борьбе против коррупции, подкладают погрози вбивства под дверник автомобиля, это вирок в этой правовой системе и в Министерстве внутренних справ. Я не собираюсь, я не собираюсь сгортать свою борьбу, как и каждый из вас. И мы продолжим борьбу. Сергей, все, а в вашей борьбе мы уже слышали. Спасибо. Я просто порву. Сергей, вы молодец. Если бы такое произошло, не дай бог, с любым телеканалом, с любым, любой направленностью, по разному относящемуся к нашей политической силе, я однозначно выступил бы, пришел бы первый и выступил бы против такого решения вопроса. Когда начинают обсуждать, что вот Интер кого-то на что-то спровоцировал, и поэтому мы живем, как герой фильма моего детства говорил, в государстве или в банде. Вот я приведу, вы вспомнили Врадиевку и Кривое озеро. Между Врадиевкой и Кривым озером ехать там минут 20-25, до получаса. Во время, в 13-м году Врадиевка вся страна говорила, это вся злочинная влада в Сивыне. Сейчас, когда то же самое произошло в Кривом озере, не виноват даже министр. Начальник полиции улетела в отпуск, министру ничего, министру туда не выехал. Вы говорите о Лощиновке, Лощиновка это в моей родной Одесской области. Почему люди действительно пошли на этот самосуд? Абсолютно незаконные, абсолютно неправильные, потому что долгие годы крышевалась милиция торговля наркотиками, и милиция ничего не делала. И люди действительно абсолютно незаконно себя повели. Да, действительно, у нас в стране есть объективные факторы роста преступности. Когда вы говорите о преступлениях с огнестрельным оружием, да, с учетом того, что в стране объективно увеличилось его количество, увеличилось количество таких преступлений. Много других факторов, но, если мы не начнем относиться, когда у нас перестанут активистов, вернее, бандитов называть активистами, просто потому, что они могут делать то, что они хотят, посмотрите сегодняшние новости. Бесчинство в судах, бесчинство, и никому ничего не происходит, никому ничего не делают. Как человек, нормально смотрящий телевизор, он думает, если можно раскидаться в милиционеров табуретками, и тебе за это ничего не будет, и на следующий день можно поджечь телеканал, тебе за это ничего не будет. В обществе у нас появилось ощущение тотальной безнаказанности, и государство не выполняет сутки. Очень коротко прошу. Чтобы выгвести на ваше питание относительно или закончить деканалит реформирование полиции, нужно искать политическую складовую. Когда начался свою работу сегодняшний министр, он был так далеко от полиции, как я, например, от балета. Так же далеко. Те же самое запросили, она его искала все время. Тому запросили специалиста, который реформировал в Грузии. Она реформировала, потому что мы увидели по социологии, что патрульная служба в доверии людей стала расти. Треба разделить эти достижения вместе с Деканаидзе, или сделать для себя, чтобы сделать потом политический проект на этом. И сказать, это я, это я его сделал. А мы забыли не только Кривое озеро, у нас убили в Киеве в 16-му році, который переследовали этих молодых молодых. А в Купянске полицейский забил людину насмерть. Мы что, помните про это? Кричали, кричали, забули уже. В Камянске, колишне Днепродзижинске, четверо полицейских насмерть забили людину. Кривое озеро, оно забывается. Вот цей день мы знаем, в Радьевку действительно знали все. Это тревожная и пугающая тренгенция, когда все это превращается в рутину. Если вы не будете действовать мы все разом, вы не интер забудут. К сожалению, доля правды в этом есть. Мы поставили нашим зрителям вопрос вообще ребром. Мы попросили их ответить. Кто виноват в провале? Покажите нам, пожалуйста, вопрос реформы правоохранительной системы. Конкретно реформы полиции. Хатя Деканаидзе считает 17-17% проголосовавших на нашем сайте и подробностей тех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире. 83% приблизительно опрошенных проголосовавших считает, что виноват не Арсен Аваков. На этом ставим точку в этой теме и отталкиваемся от выступления Сергея, который говорил о том, что вряд ли за отставку Арсена Авакова проголосуют даже их партнеры по коалиции. Потому что все мы прекрасно понимаем, что тогда встанет вопрос о жизнеспособности этой коалиции. Вообще стоит отметить, что первую неделю вы, дорогие коллеги политики, провели ни шатка, ни валка. Если у плохой хозяйки первый блин комом только, то у вас первая неделя осенней сессии получилась абсолютным комом. Впереди у вас только начало осеннего марафона. Куда вы добежите в его конце? Давайте говорить об этом далее. Переплетая темы нашего сегодняшнего выпуска, хочу сказать, что в парламенте зарегистрировано... Нет, мы не заканчиваем, не спешите, Юрий, пожалуйста. В парламенте лежит очередное зарегистрированное постановление об отставке Арсена Авакова. Голоса будут или нет? Борислав, начинайте, вы только что хотели слово сказать. Я впевнен, что на сегодняшний день голосов не будет, потому что расхитывать ситуацию между фракциями никто не будет. И Арсен Аваков довольно сегодня поддерживается большинство в парламенте. Я понимаю, что может быть неправда, но на сегодняшний день, повторюсь, для того, чтобы зберегти парламент, никто не будет сегодня расхитывать ситуацию. Но я хочу еще сказать, что первый неделю, который мы провели, мы приняли очень много и низко важных законопроектов. если мы хотим вам сказать, что... Кстати, вы сегодня старт одному из изданий назвали очень успешным, так? Мы как-то очень рады, что на нем отзывались. Что усилило надежду на успех? Мы приняли очень важные законопроекты. Найголовнейшее, даже с того, что мы заборонили маски шоу при проведении переверок, не вылучшать серверы. Мы приняли президентский закон про детей. Борислав, я как человек, переживший вот эти маски шоу, могу вам гарантировать, что эти люди, которые приходят уничтожать серверы, не читают букву закона и не захватывают здание телеканала в соответствии с законопроектом. Мы сегодня не говорим... Это еще первое чтение, между прочим. Послушайте, еще раз повторю. Мы начали плитную работу. Голосы есть, достаточно, работает и радикальная партия, и вы работаете, и БЮД, и Народный ФОН, и БВП. Пороцует цепной фракции. Я как человек, встречающийся с... Нет, Сергей, извините, нет. Я как человек, встречающийся с вами здесь не впервые, и думаю, большинство наших зрителей уже искушенных в том, что вы можете в политической жизни страны, прекрасно догадываемся, что каждый из политиков сейчас скажет. Поэтому, сейчас я дам слово в первую очередь экспертам. Каким они видят старт, какие видят подводные камни, которые ждут депутата во время осенней сессии, и самые главные вопросы. Я попрошу каждого ответить вот на три части. Доживет ли этот парламент до зимы? Александра, пожалуйста, начнем с вас. В прямом смысле это было слово. эта неделя начиналась очень интересно. Мне кажется, что анонс политического сезона, а я говорю о понедельнике в Согласительном Совете, был более интригующим, чем, допустим, вторник и вся последующая неделя. В пятницу показалось совершенно пустой сессионный зал, да, под куполом было чуть больше ста человек, которые, опять-таки, не давали ни 226, как того требует любое голосование. Принята некая мера для того, чтобы стабилизировать этот шаткий союз брак Народного фронта по расчету с БПП новой депутатской группой, да, которая должна быть усиленной и более численной. Я говорю о нашем крае, который, возможно, появится, да, и будет все-таки стабилизировать и помогать. Но вопрос в другом. Насколько действительно смогут собираться депутаты системно и голосовать? Или мы опять будем видеть один, максимум, два дня в неделю, когда вообще хоть что-то возможно? А если смотреть, как ставятся вопросы на голосование, а это зависит очень сильно от нашего спикера, то там можно, так называется, собираться, встречаться, обедать и не более того. Что мы можем видеть? Насколько вероятна отставка Арсеновакова? Так стоял вопрос. Арсеноваков является козырным тузом у Народного фронта и единственной кандидатурой, на которой можно канализировать негатив и как-то отстраниться от действий БПП, банковой, да, ну и всей, как бы, пирамиды, которая заключена под президентом. Это единственный человек, на которого можно будет негатив смещать. Ранее таким человеком был Яценюк, на которого можно было списывать, ну любишь ты его, ну давай честно. С Яценюком такой фокус уже не проходит. Он ушел, да, нужно кому-то играть эту роль. Эту роль единственная, что может играть Арсен Борисович. Если его убрать, тогда весь негатив ложится на плечи опять-таки власти. И тут уже справляться с этим будет очень сложно. Только хотя бы, знаете, с точки зрения гидиены вот этой вот политической пирамиды его будут держать для того, чтобы, ну был такой человек. Ну и вообще не разводилась калиция. Тарас Загородний. А бюджет? То еще же ведь испытание будет для этого парламента. Ну я думаю, что повторение будет, то что робилось. Ну Камин обещает 15 числа подать уже через неделю практически. Ну 15 числа, как минулого року, будет сделано, будет поданный формальный документ, потом будет откликан, все по-сторому, ничего не меняется с часами злочинной влады. В действии, если говорить про то, что происходит, шторм уже идет. И это все все понимают. Просто пока что шторм стримует единый только выбор в США и по желанию наших американских товарищей. Сидите тихо, не отвлекайте пока. До 8-го листопада, чтобы вы не заважали нам обирать президента, чтобы у вас ничего не происходило. Это по желанию было передано всем политическим силам, и все дослушаются, но в принципе подготовка, то что мы видим сейчас активность, до активной осени, потому что все понимают, что ресурсы поддержки экономики скорочуются. Люди не знают, что будут делать с этими тарифами, и много политических сил, в том числе при владе, понимают, как бы они не говорят. Как они на это реагировать, будут, что говорить, они не знают. Не дай Боже, не будет кредита МВФ, это означает автоматичную девальвацию гривни, и еще погиршение экономической ситуации, и снижение ривня людей. У людей терпез увервается. Чому? Потому что больше вопросов, потому что мы бачим, что коеется в Кривом озере, что в Одессе области. Люди готовы до судов линча. Давайте открыто говорите про это. Влада нема, они ее не почувают. Потому что говорили про атестацию полиции, как выявили, что тот самый райвидділ в Радзи, который был в 13-м году, он спокойно атестированный сейчас. И те, что касается Кривого озера, тоже были фактически те, как работали. До речи, нещодавно выявили, что тот милиционер, которого извинувачили в убийстве Индила при злочинной владе, тогда он спокойно працюет в Шевченкевском отделе и ничего не имеет. Он спокойно перетестировался. Вот что мы питание. И депутаты, и Кабмин не могут этого не знать и не выявили, что они не выявили. Но может быть самое время сконсолидировать все усилия, собрать волю кулак и хотя бы ради собственного инстинкта самосохранения как-то наладить работу и вообще-то жизнь в стране. Вот Олег Волошин, я просто закинчу сейчас в стадии в стадии находения а кто за это будет все отвечать? И сейчас будет перекидание ответственности для того, чтобы выплатить або в наступный парламент и так далее. И это будет в первую очередь в правильных фракциях. И это уже финализирующий мой длинный я с Александра начинал. Не будет ли перевыборов до зимы? Ну вот правильно абсолютно Тарас сказал. Конечно еще минувшей зимой 51% если не большую часть того что события пошли таким путем мы все-таки на фоне очевидного кризиса и понятно отсутствующей коалиции дееспособной в Раде парламент не был отправлен на срочные выборы это заслуга или там или это вина тут кому заслуга кому вина наших западных партнеров то есть это абсолютно однозначная позиция в Соединенных Штатах в первую очередь но и в общем-то европейских ключевых стран что не надо проводить выборы и дело даже не только в том хотя это тоже фактор учитывался что нынешняя команда в Вашингтоне хочет уже как-то довести Украину до выборов и потом просто передать это следующей команде что есть высокие шансы на то что это будет Хилари Клинтон а соответственно это будет по сути опять во многом та же команда дело в том что они просто смотря на социологию но объективно говоря боятся что мало того что будет там какое-то может быть плохое опять неэффективное правительство но еще и не будет тотально послушным Западу то есть сейчас хорошая черта этого правительства в том при всех его минусах что по каким-то большим вопросам конечно не по расследованию там в Одессе или там по ситуации здесь все дежурные ритуальные заявления сделаны но все понимают что это не есть приоритет Запада завтра там крутить голову Авакова чтобы он расследовал нападение на Интер так вот это правительство слушается следующее не факт что будет слушаться поэтому лучше не проводить некие выборы это очевидно мы ждем о расследовании других громких ситуаций но вот я вам последнюю приведу вот с сегодняшнего дня атака на Киевгорстрой правильно неправильно многие называют это рейдерским захватом Киевгорстрой начал забастовку к нему уже присоединилось на эту минуту 10 компаний но это в первую очередь должно волновать это рабочие места люди экономика страны я приведу хороший пример и таких примеров много помните публикацию сайта Миротворец списков журналистов которые там получали аккредитацию в ДНР и ЛНР после этого зарубежные журналисты зарубежные стали получать наличные телефоны которые там были опубликованы контакты угрозы их жизнебезопасности я точно знаю потому что я слышал от одного из послов этих ведущих стран после этого послы ключевых стран ЕС и посол ЕС в Тамбинске лично ходили к Авакову делали предъявления говорили что ребята тут уже не какие-то вопросы ценности демократии тут прямая угроза жизни безопасности наших граждан более того не дай бог с ними что-то случится наша собственная общественность которая и так не очень рада что мы там из-за вас санкции ввели там просто относительно интера я тоже уточню сегодняшнее расследование озвученное ОПО Блоком спасибо сегодняшнее расследование озвученное ОПО Блоком но мы же всех прекрасно понимаем оно лежит сейчас не только на столе у того же Авакова у генпрокурора у президента оно лежит во всех посольствах каждой страны мира которая есть в Киеве оно лежит в дип-представительстве в всей Европе все это читают все видят все понимают ну посмотрим может быть хоть в этом нам Европа поможет довести это дело до логичного конца Александр Лаверинович Скажите вы, насколько вы верите в жизнеспособность этого парламента и какие подводные камни ждут нас осенью? Я уверен в том, что после оборонения на революционной хвиле этого склада парламенту, достаточно специфический склад готовности к парламентской работы, это первая часть, которая однозначно сразу закладала низкую эффективность как законодательный орган. Как представительского, так. Минув час и стало зрозуміло, что представительская функция також уже хромает на обидві ноги, оскільки ревень довіри до парламенту, как главного органа Украины сейчас на том уровне, который не позволяет говорить, что он выражает волю украинского народа. И то, что в середине парламенту происходит, скажем, когда фиксируется юридическая коалиция, которая фактически не имеет численности необходимой соответственно к конституционной норме, это сразу был шлях до того, чтобы сконцентровать в небольшой количестве людей, которые маніпулируют голосованием. Если кратко, скорее всего, перед выбором быть или нет? Ну, скорее всего, я скажу, что с моей точки зрения переборов не будет. Аж до того момента, пока не станет зрозуміло, что борьба за самовыживание и борьба за продолжение возможностей для решения своих личных вопросов и своего благополучия станет загрозой для тех, кто их решает. И это будет нарастать в каждом месяце. Вы поняли те, кто в эти игры играет. Вадим Карасев и Кирилл ровно по одной минуте каждому. Я тогда не буду. Ну, чего? Минута мало? Конечно, нет. Ну, давайте. Ну, давайте говорить. Ну, если какие-то мы детали обсуждаем, 10 минут детали, да, которые все известны в интернете, а может быть надо от каких-то причинок. Вот давайте говорить с этого. С чего начался политический сезон? С Жене Шин, так и с Интера. Это плохой знак, тревожный знак. Дальше что? В парламенте кризиса не будет, но он будет в обществе. Вот же парадокс в чем. Лучше, чтобы он был в парламенте, а не в обществе. А парламент будет жить, потому что его не хотят распускать. Почему будет жить? Потому что коалиция, вот народный фронт, у которого 1%, он держит заложника всю страну. Он держит заложника президента, БПП, парламент. Так, а то, что в обществе нарастает вот этот процесс деградации, распада социального недовольства, это никого не волнует, это хуже, чем если бы в парламенте были противоречия и решались бы нелегитимным путем. Что такое политика? Политика это решение конфликта легитимным путем. А в обществе он будет решаться нелегитимным путем. Мы же разве не видим сейчас, что, смотрите, вот это же Киев-Горстрой, это же конфликт, но он решается нелегитимным путем. Потому что парламент, он не чувствует вот это, что происходит в низах. Что на Интере, это то же самое, конфликт в обществе. Потому что считают, что Интер плохо ведет себя, что у него контент не такой. Это конфликт в обществе. Парламент его не решает, потому что комиссию создать не могут, суды не могут. Нас рада сидит, не знает, что делать при этом, говорит, ну пусть поменяют контент. Давайте мы вам совет дадим, поменяйте контент, и тогда к вам не будут приставать. Вот самое, что плохое, тревожное, что есть. Потому что в парламенте будет все спокойно. Но это, это спокойствие, это спокойствие удавано, явно. Хочу согласиться с коллегами, от этих политиков, к сожалению, ничего не зависит. Зависит от того, как пройдут, во-первых, выборы в Соединенные Штаты Америки, дальше меняется весь вообще нормандский формат. Мы видим, что уходит Оланд, мы видим, вслед за ней уходит Меркель, мы видим, что нынешняя власть в мире не имеет поддержки. Это раз. Второе. Нынешний политический сезон начался с того, что опубликовали рейтинги партии. И видно на сегодняшний день, что, к сожалению или к счастью, нынешняя власть, вся вместе взятая, отстает чуть ли не в два-три раза. И поэтому началась вот эта вот вся борьба, надо держаться. Нужна эта коалиция, зубами держаться и когда угодно. А дело горстроя, извините, коротко, началось с того, что на этой неделе генпрокуратура сообщила об открытии уголовного дела по незаконной продаже горстроя. И пошло. Надо ли держаться этой коалиции, сможет ли она это сделать? Обо всем этом мы будем говорить в течение нового сезона, самого популярного политического ток-шоу «Черное зеркало». Будем говорить и на другие, самые острые, актуальные темы. Не забывайте смотреть нас каждую пятницу в 9 вечера. Всегда вам рад. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok